Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйхан. Так, недельная глава Торы сегодня называется Дворим. Вот, и она начинает книгу Дворим. Слово Добар, ну, множественное число Дворим, давшее название главе и всей книге, а глава это, ну, первые три главы из книги Дворим. Так вот, слово Добар или Дворим множественно перевести трудно. Это, ну, мне нравится перевод такой, что это и суть, и слово, и последующее дело. Так вот. То есть суть, слово и последующее дело. То есть все соединено в одном. Вот, и смотрите, как начинается эта глава, потому что я буду именно на этих словах сосредотачиваться. Мы открываем Дворим, книгу Дворим, значит, или второзаконие, первая глава, с первого стиха. Сии, суть слова, Добар, который говорил Моисеев всем израильтянам за Иорданам в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, Илованом и Осерофом и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харева, по дороге от горы Сеир, Кадис в Варни, 40-го года, 11-го месяца, первый день месяца, говорил Моше всем сынам Израилам, все, что заповедовал ему Господь о них. То есть начинается книга Дворим, да, и мы давайте, ну, очень важно восстановить, там, Моше говорит какие-то слова, да, вот, которые очень важные, вот, и мы восстановим, почему они настолько важны. Сначала, что происходит? То есть после практически 40-летнего периода нахождения в пустыне, народ Израиля вновь подходит к земле обетованной, ну, и недалеко от нее останавливается, не доходя до этого, на определенном расстоянии от Кадис в Варни, от Оазиса. Лидер и бессменный руководитель народа Моше знает, что не пойдет со всем народом в землю обетованную, не войдет, ну, Господь не дал этого, значит, в нескольких эмоциональных, ну, таких глубоких, но эмоциональных проповедях или, там, обращениях, обращаются к народу с наставлением, как ему вести по отношению к Богу и по отношению друг к другу, для того, чтобы, первое, завоевать эту землю, и, второе, удержать ее. И основная суть послания всей книги Дворим – это сила Израиля в единстве с Богом. И, второе, значит, мы, в основном, ну, немножко остановимся на месте, где происходят события. Как я сказал, недалеко от Оазиса Кадис в Варни. В пустыне Синай есть, ну, два таких основных оазиса. Это Вадиф и Иран, где народу был дан закон, а на севере – это на юге, а на севере – Кадис в Варни. На этом месте Сара прогнала свою служанку Агарь. Здесь происходил бунт Кореи. Отсюда были посланы 12 соглядатая. Это место осталось в памяти израильтян, как место их неверия. И можно предположить, что Маше остановил народ. Они не вошли в Оазис, да, они далеко от Оазиса. Для того, чтобы можно было посмотреть и начало пути, и, как бы, близко к окончанию пути. То есть, то место, из-за чего они начали ходить 40 лет. То есть, Маше хотел напомнить народу и о позитивном, и о негативном опыте, который они получили в пустыне. В этом отрывке Торы Маше вспоминает путешествие от Синаи через великую страшную пустыню, вспоминает поход разведчиков, последовавший вслед за этим отказ народа с земли обитована, а вследствие чего Господь постановил, что все поколение схода должно будет умереть в пустыне. Так же и на меня, говорит Маше, прогнелся Господь из-за вас, сказав, и ты не придешь туда. Маше также вспоминает победоносные войны с аморейскими царями Сигоном Огом, напоминает о расселении на их землях колен Рувима, гады и части колена Манасии. Ну, говорит о своем преемнике Иисусе Навине. Сегодня я хочу остановиться, как я и говорил вам, на самом начале книги Дворим. Второй стих. Они остановились, читаем, в расстоянии 11 дней пути от Хариила по дороге от горы Сеир к Кадес-Варни, 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца. То есть здесь мы видим две даты, да, или видим, ну, не даты, а два времени, да. 11 дней пути от Хариила, где практически год народ стоял, да, готовился к путешествию, к завоеванию. Вот, один из путешественников повторил этот путь, ну, от предполагаемой горы, на верблюде действительно заняло 11 дней. Реально 11 дней до входа в землю обетованную. И 40 лет и 11 месяцев, практически, то есть 39 лет и 11 месяцев. Да, 39 лет и 11 месяцев, то есть практически 40 лет, да. Ну, есть разница, понимаете, ну, не знаю, как у вас меня это впечатляет. Или к цели идти 11 дней, или к цели идти 40 лет. И мало что идти 40 лет, так еще там погибнуть по пути. Как-то, знаете, ну, стоит задуматься, наверное, да. Ну, я и предлагаю сегодня, как бы, поговорить на эту тему, почему это все произошло. Ну, во-первых, об этом говорил сам Маше, там в книге «Дворим» это он много раз возвращается к этой теме. Но лучше, если мы, как бы, взглянем немножечко со стороны. Через полторы тысячи лет Рав Шауль, апостол Павел, он по этому поводу, да, то есть рассматривая причины такого длительного путешествия, да, он говорил, обращаясь к Коринфской церкви в 1 Коринфянной 10 главе, он говорил так. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. Все ели одну, и все крестились в Маше, в облаке и в море. Все ели одну и ту же духовную пищу, все пели одно и то же духовное питье, все пели из духовного последующего камня, камень же был Христос». Ну, Христос здесь, потому что Бога часто называют скалой, знаете, да, ну, Иишу, он есть, краеугольный камень, поэтому видим такие аллюзии у Павла. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». То есть Рав Шауль, он обращается к Коринфской церкви и говорит, «Ребята, в принципе, вы такие, знаете, вот крутые, ну, так вам кажется, по крайней мере, вы такие духовные, у вас столько даров, да, вы уже царствуете, нам бы так вот поцарствовать, вот как вы царствуете. Так вот, смотрите, вот народ, да, ну, условно говоря, тоже вот община такая большая, да, вот, они, у них все было, да, еще покруче, чем у вас, да, вот, и у них супер пастырь был, значит, и у них были, значит, чудеса Божьи, да, чудеса, знамения, Бог был среди них, и они ели пищу и физическую, чудесную, да, и духовную, потому что Моше их учил, они закон там получили и так далее. Ну, смотрите, ну, не о многих из них благоволил Господь, ибо поражены они были в пустыне. Ну, и продолжает дальше. А это были образы для нас. Ну, понятно, что он говорил Коринфянам, мы понимаем, что он говорит и нам так же, да, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы, ну, или любителями на злое, как они были похотливы. Не будем так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть, пить и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло 23 тысячи, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, погибли от змей. Ну, то есть они ставили под сомнение, что Бог на самом деле их спаситель. Они говорили, да, Он вывел нас здесь истребить. Не ропщите, как некоторые из них роптали, погибли от истребителя. Все это происходило с нами как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков. Ну, и, в принципе, я могу здесь закончить. Ну, я могу сказать, дорогие братья и сестры, вы же видите, да, не будем похотливы, да, не будем любителей на злое и так далее. Вот это же образы для нас. И нормально. Ну, честно говоря, у меня не было ощущения, что это как бы, ну, на этом надо заканчивать. Почему? Потому что они и блудодействовали, и скушали, и роптали, наверное, по какой-то причине, да, наверное, что-то было в основе этого, а это было только внешним. Вот эти вот внешние правления было внешним. Вот. И это с одной стороны, это с одной стороны. А со второй стороны, ну, нам стоит поразмышлять. Почему? Потому что принцип пустыни, ну, это есть, ну, скажем так, периодическое состояние жизневерующего. Ну, может, не всех, слава Богу, да, но многих, наверное. Я не знаю, как у вас, у меня бывали такие случаи, да, вот, значит, и, может быть, что-то есть. Вот, когда ты говоришь, ну, вот в этом вопросе вот у меня пустыня. Вот, ну, нету ответов, ну, нету. Есть призвание, я не могу войти. Вот, там, знаем, что нам пророчествовали что-то. И я понимаю, что, ну, верю, что это, а не получается ничего, да. Вот. Наши братья и сестры периодически там уходят из общины, потом приходят через годы. И ты понимаешь, так я не былю в пустыне, потому что видно, вот, ослабевшие, да. Вот. То есть, ну, и наши жизненные ситуации, мы, некоторые, мы воспринимаем, как, ну, именно пустынные такие места, да. То есть, мы воспринимаем, как не ответы Божьи. И нам надо разобраться, ну, в чем дело, да. Вот. Почему и у них не получилось, да. И почему у нас не получилось. Писание, оно само толкует себя. Вот. И в Брит Хадаша, в Новом Завете, евреям 3.10, Бог указывает истинную причину такого поведения Израиля. Ну, и так же и на нас это можно перевести. «Посему я вознегодовала, он народ и сказал, непрестанно заблуждаются с сердцем. Они не познали путей моих». Вот она, сердцевина. Непознание Бога, да. То есть, то, что вот это только внешнее, оно идет из вот этого. Не потому, что там, они там плохие, там, или там мы плохие, у нас что-то не получается. А потому, что мы где-то, в чем-то, мы не познали Бога, понимаете. Вот. То есть, не познали Его путей. Вот. Что значит познать Бога? Что значит познать Его пути? Вот. Вот. Моше об этом говорил так. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». То есть, Моше понимал, что если он познает, почему Бог так поступает, да, как он мыслит, что у него на сердце. Он же ведь не скрывает этого. Он же дал нам Писание, дал закон. Он в этом законе, он отобразил себя. Когда мы комментируем Тором, мы познаем и Бога, и себя, да. Вот. И Бог открывает нам. Так вот, когда мы... Моше говорит, открой мне твой путь. Вот. Я познаю тебя. А дальше, смотрите, чтобы приобрести благоволение. И приходит благоволение. Богу нравится, когда мы Его ищем. Богу нравится, когда мы не просто там осуечены в своих делах, даже в хороших делах, даже в служениях там и так далее. Ему нравится, когда мы ищем Его, да, когда мы хотим познать Его. Потому что, смотрите, Израиль в пустыне, ну, круче ничего не было. Чудеса, знамения. Бог, вот он, Бог, понимаете. Вот. Значит, трудиться не надо, там, ну, пойти там манну эту собрать, да. Да. Значит, что там? Не болеют. Болеют, не болеют они, понимаете. Ни эпидемии, ничего, ни ковида. Вообще ничего у них нет. Вот. Значит, одежда не ветшая. И все равно, понимаете, ропщут, там, тет-тет. Почему? Не понимают сердца Бога. Говорят, Он вывел нас, чтобы здесь погубить. Что ему? Горобов мало было в этом? В Израиле, что Он вывел нас погубить, понимаете? Ну, вопрос, это же образ для нас, да. Понятно, что мы не такие. Но образ для нас и суть, я надеюсь, вы поняли, да, о чем я хочу сказать. И хочу завершить такими словами из Осии, которые призывают нас, которые ведут нас. Итак, познаем. Будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его. И Он придет к нам, как дочь, как поздняя дочь растит землю. Да благословит вас Господь, всех, кто и слушает нас. Вот это придут Божьи ответы в вашу жизнь. Аминь. Субтитры подогнал Игорь Негода.